Девушки отдыхают В программе. Обзор матчей сборной России на Кубке Первого канала. Баскетбол, чемпионат АСБ, дивизион Республики Татарстан, КФУ против КИУ. Спартакиада вузов Республики Татарстан, бильярд и армрестлинг. Обзор финального матча Кубка Университета по мини-футболу. Российская премьер-лига ушла на перерыв, а континентальная хоккейная лига взяла небольшую паузу ради того, чтобы можно было нам посмотреть с вами Кубок Первого канала по хоккею. Генеральная репетиция перед Олимпийскими играми в Пекине, которая состоится в 2022 году. Амир Сабиров следил за всеми матчами этого турнира, этого этапа Еврохоккей Тура и прямо сейчас расскажет обо всем самым интересном в своем обзоре. Всем привет, с вами Амир Сабиров и сегодня поговорим о хоккее. А именно о последнем этапе Еврохоккей Тура. Кубок Первого канала стартовал в Москве 15 декабря. В качестве гостя на турнир приехала сборная Канады. Первый матч сборная России провела как раз против команды Кленовых листьев. На пятой минуте матча Егор Коржков открыл счет. Хороший бросок иголкипер канадцев был бессилен. На восьмой минуте второго периода сборная Кленовых листьев в очередной раз доказала, что хорошо умеет реализовывать лишнего. Брэндон Гормли отличился. 1-1. После этого хозяева турнира смогли выйти вперед на три шайбы. Прошло 25 секунд, и защитник Александр Елесин вернул преимущество своей команде. 2-1. Еще один эпизод, который закончился взятием ворот, случился за 6 секунд до конца второго периода. Забросил еще один защитник Никита Нестеров с передачи Артема Анисимова. В самом начале третьего периода россияне воспользовались ошибкой иголкипера канадцев, который неудачно вышел из ворот. Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев довел счет до крупного. 4-1. Канадцы не собирались сдаваться и смогли приблизиться в счете к сопернику. На восьмой минуте третьего периода Даниэл Одет в быстрой контратаке забил вторую. А за полторы минуты до конца Эрик Одел смог вплотную приблизить свою команду к россиянам в счете. 4-3 победа сборной России. Второй матч россиян не стал таким результативным, как первый. В игре со сборной Швеции была забита лишь одна шайба. Первый и второй периоды прошли в равной борьбе. Атаки шли как ворота россиян, так и шведов. А в третьем периоде сборная России смогла выйти вперед. Шайбу забил Вячеслав Войнов с передачи Никита Гусева и Владимир Откачева. Шведы пытались отыграться, но распечатать ворота Ивана Федотова так и не удалось. 1-0 минимальная победа российской сборной. Через день россиян ждала сборная Чехии, которая в первом матче проиграла Финляндии в овертайме. Ждать гола долго не пришлось. На 14-й секунде Арсений Грицук после выигранного выбрасывания открыл счет. Восьмая минута и партнера по команде поздравляют уже Даниила Вовченко, который подправил шайбу с пятака. На 15-й минуте Михаил Григоренко выбежал 1-1 и довел счет до разгромного. 3-0. За 2 минуты до конца периода Ян Коварш сократил разрыв в счете. 3-1. Второй период подарил сборной России еще 2 гола. Дубль оформил Григоренко с передачи Никита Гусева и Вадима Шипачева. Через минуту Александр Елесин в большинстве забил пятую шайбу. В победе сборной России уже никто не сомневался, но чехи не сдавались и забросили вторую шайбу в третьем периоде. Отличился Милан Гулов с передачи Михаила Шпачика и Якуба Ерабика. 5-2. Третья подряд победа России. Последний день турнира подарил игру России с Финляндией. Команды забрасывали шайбы в матче строго по очереди. Открыли счет Фины. Вальтери Морелло затолкал шайбу в ворота Федотова. Во втором периоде Артем Минулин. Нападающий добил шайбу в пустые ворота после броска Григоренко. В третьем периоде тройка Салавата Юлаева вывела Фина вперед. Саккари Маннинин с передачи Йонаса Кимпайнина и Тему Хартиканина отличился. 2-1. За 4 минуты до конца Вячеслав Войнов в большинстве с передач Сергея Толчинского и Кирилла Семенова сравнял счет. 2-2. Время овертайма, в котором Саккари Маннинин забил второй для себя гол и помог своей сборной занять первое место на турнире. На этом у нас все. Кубок Первого канала выиграла Финляндия. Впереди нас ждут очередные матчи КХЛ и Молодежный чемпионат мира. Скоро увидимся. Теперь переходим к локальным темам и начинаем с баскетбола. Ассоциация студенческого баскетбола, дивизион Республика Татарстан, сборная Казанского федерального университета перед новогодним перерывом успела провести еще один матч против сборной Казанского инновационного института. На паркете университета спорта выдалась равная борьба. Стартовый отрезок федеральный университет проиграл, но ближе к середине встречи юлбарсы смогли исправить свое положение. На большой перерыв команды ушли со счетом 36-32 в пользу федерального. Третий отрезок юлбарсы вновь проигрывают, но в концовке удача все-таки улыбнулась федеральному университету. Победа с преимуществом всего в два очка. У инновационного института это второе поражение с минимальным счетом, а казанские юлбарсы уходят на перерыв с победой. Итоговый счет 61-59. Далее у нас спартакиада вузов Республики Татарстан. На этой неделе комплекты наград нашли своих обладателей сразу в двух видах спорта – бильярд и армрестлинг. В соревнованиях по бильярду спортсмены из разных университетов боролись за победу в двух категориях – свободная пирамида и заказная восьмерка. В общем зачете первое место смогли занять представители Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Серебро УКФУ, бронза ушла бильярдистам из энергетического университета. В армрестлинге положение первой тройки полностью противоположное. Золото забрал энергетический университет, серебро УКФУ, а бронза ушла представителям КГСУ. Практически во всех весовых категориях спортсмены из федерального университета доходили до призовой тройки. Самый лучший результат от КФУ показал Владислав Калинин. Он забрал золото в весовой категории 80 килограмм. Теперь о самом главном мероприятии уходящего года. Кубок университета по мини-футболу 2021. Финал. Два претендента на титул. Сборный институт управления экономикой и финансов против сборной института международных отношений. Встреча состоялась 19 декабря в спортивном комплексе «Бустан». Мы ее показывали в прямом эфире, но если ты не смотрел и хочешь узнать результаты, то прямо сейчас смотри обзор от Евы Семяновой. Она все нам подготовила. Смотрим внимательно. Матч был крутым. В спортивном комплексе «Бустан» в решающем матче сильнейшего являли институт управления экономикой и финансов и институт международных отношений. В дебюте встречи команды играли аккуратно. Понимая важность матча, не давали возможности нанести удар без сопротивления. Однако давление футболистов и МО постепенно увеличивалось. Эконом играл все ниже. Но даже оборона всей четверки не помогла удержать ворота на замке. После красивой комбинации Диор Бабаханов отправил мяч практически в пустые ворота. Футболистами Уэфа нужно было переламывать игру. Поддержка болельщиков погнала их вперед. Лидеры команды наконец начали выигрывать единоборство на чужой половине поля. В вороты МО стало напряженно. Тем не менее, по-прежнему не хватало точного удара, который в итоге нанес капитан команды Артур Болдырев. Ему удался сольный проход сквозь оборону оппонента и точный удар вправу для вратаря угол. 1-1 в середине тайма. Несмотря на то, что футболисты Ему по-прежнему больше владели мячом, действительно опасных моментов у ворот эконома не было. Да и у голкипера Ему работы было немного. За 23 секунды до конца игры розыгрыш аута привел к голевому моменту. После стеночки с партнером Рамиль Шеймуратов с близкого расстояния расстрелял сетку ворот Ему. 2-1 перед вторым таймом. Картина всей второй половины игры сложилась уже в первые минуты. Полный контроль мяча от Ему против редких контур вылазок от эконома. Если удары футболистов Института международных отношений чаще всего блокировались полевыми игроками, то одна из немногочисленных контратак ЮЭфа вновь привела к голу. 3-1 и дубль Рамиля Шеймуратова. У футболистов ИМО было достаточно времени отыграться, однако вскрыть обороны противника не получалось, а где-то просто не везло. Поменяв ротаря на пятого полевого, они отправились на финальный штурм. И несколько раз ничего, кроме каркаса ворот, не могло спасти эконом. Однако именно он и спасал. Везет сильнейшему. 3-1, Институт управления экономики и финансов, чемпион Кубка университета по мини-футболу 2021 года. Поздравляем сборную Институт управления экономики и финансов с долгожданным титулом. Ну а мы подводим итоги Кубка университета по мини-футболу. И у нас в студии главный судья Кубка Максим Геннадьевич Гаврилов. Максим Геннадьевич, как всегда, такой счет, что даже не уходишь. Вместе уходим в Бустан. Матч отсняли, показали, потом сюда быстренько приходим. Один раз только Никита вместо тебя пришел. Все, Кубок закончен. Известен победитель, известны лучшие игроки. Я поздравляю себя с идейской бригадой вас. Поздравляю игроков. Провели крутой турнир. Хороший футбол показали. Все, в принципе, команды. Я очень рад уровням футбола. Ну и, конечно, поздравляю победителя. Институт управления экономикой и финансов долго ушел к этой победе. Добили своего. Молодцы. Давай по самому Кубку. Вот он у нас четвертый уже на очереди. По сравнению с предыдущими тремя. Его качество, качество игры, качество организации. Что стало лучше, что может быть хуже. Ну да, четвертый год мы показываем наш Кубок в прямом эфире. Главное изменение к нам добавилась одна команда. Елабужский институт стал приезжать, дошел до полуфинала. Отличный результат для дебютанта. Качество трансляции, наверное, судить не мне, а больше вам. Все-таки вы профессионалы в этом плане. Это зрителям надо судить. Да, зрителям. Но смотрю количество просмотров. Зрители у нас все увеличивается, увеличивается. Значит, движемся в правильном направлении. Качество футбола, конечно же, меняется. Потому что уходят студенты, приходят новые студенты. Команды меняются из года в год. Фавориты становятся, скажем так, не фаворитами. Кто-то из аутсайдеров может выстреливать. В целом я доволен качеством футбола в 2021 году, который показали ребята в ходе проведения Кубка. Психологи второй год подряд удивляют, проходят. Это если раньше как бы психология образования у нас вылетала обычно в первом круге, сейчас они проходят первый круг. В этом году не повезло. Встретились против чемпионов. Про Илабуг я уже сказал, что молодцы, дебютанты, добрались до полуфинала. Привычные фавориты, эконом, имо, челны. Ну и, конечно, украшение, наверное, всего турнира стало противостояние эконому и фака в 1-8 финал. Так что в целом я доволен кубком в 2021 году. А вот скажи такое. Эконом же у нас не был прямо в числе лидеров. То есть он где-то, вот если ранжировать все команды, то на чемпионство никто абсолютно про него не говорил. То есть это команда где-то 5-6 место по итогу. Может быть четверку. Вот Илабуга, дебютный сезон, все такие, да-да-да. Челны, да-да-да-да. Имо поборется, да-да-да. Может Юрфак куда-то пойдет выше. В итоге у нас Юрфак вылетел в первом раунде. Имо в очередной раз дошли до финала. Илабуга, Челны у нас отвалились на стадии полуфинала. Да, Эконом не был явным фаворитом. Но тем не менее, входило в число команд, которые могут побороться за кубок. Ребята молодцы, здорово тренировались. И у них такой вот сплав молодой команды, приправленный опытом Рамиля Шумуратова, Дениса Цыпки. Скажем так, порядок победил класс в этом году. Давай пройдемся по финальному матчу. Счет 3-1 в пользу Института управления экономикой и финансов. Где тот переломный момент, когда ему посыпались? На каком голе? Гол в раздевалку сыграл свое? Скорее всего, да. Так как они повели, но потом экономисты сравняли счет. За 7 секунд или за 8 секунд до конца получить мяч в свои ворота. Причем я не могу сказать, что это был 100% на голевой момент. Но мяч побывал в сетке ворот. Это, конечно, психологический удар. Им надо было отыгрываться, им надо было забивать, чтобы счет сравнять, а потом выходить вперед. Они сбились где-то на игру. Каждый в свою игру. Каждый игрок старался взять на себя, решить исход. А надо было все-таки чуть подуспокоиться. Ну и потом третий гол, конечно, тоже не сказать, что там... Ну, классная контратака, классный отбор. Разыграли все здорово. Экономисты в этом плане молодцы. Наказали соперника за их ошибки. Когда уже преимущество стало в два мяча, экономисты очень здорово играли, конечно, в обороне. Стелились под удары соперника. Да, были перекладины, были крестовины. Но это перекладины и крестовины, а не гол. Так что... Ну, вот говоря о второй половине матча, ему пошли по тому же сценарию, что и в матче с Елабугой. Замена Лихачева на Рахимова в воротах. Массированная атака, жесткий прессинг, постоянные удары, но опять все не летит. Не летит, не летит. Летит у того, кого летит. Ему уже больше первым номером играли. Ну, во втором тайме, конечно, счет их не устраивал. Надо было играть первым номером. В первом тайме инициатива переходила от одной команды к другой. Там все тоже поменялось из-за счета. По сути, финал идет до гола. Кто первый забивает, тому становится легче. Но в этот раз экономисты сломили, отыгрались и вышли вперед. И уже они могли играть свой футбол. У них четко выстроена оборона, как мы увидели. И очень мужественно стелиться под мячи. Ну, плюс ему везло вот эти перекладины, крестовины. И Фратарь, в принципе, сыграл финал на уровне, который он, в принципе, на предыдущих стадиях не показывал. Оценка четвертому Кубку университета по мини-футболу. Четвертому в новом формате, естественно. Четыре с плюсом. Будет пять, когда все команды начнут носить щитки. Это же ради их же блага. Но студенты и футболисты они такие. Что ж вы не носите. Были бы щитки, получили бы пятерку. Максим Геннадьевич Гаврилов был у нас сегодня в студии. Максим Геннадьевич, большое спасибо тебе за мероприятие, за турнир, за судейство, за те эмоции, которые у нас были на площадке все эти три месяца. Спасибо. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Уходим на каникулы вместе со студентами. Всем студентам удачной сессии, всем спортсменам хорошего отдыха и с наступающим 2022 годом. Увидимся, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин